Сегодня мы отправляемся во второй по величине город Литвы, Каунас, расположенный всего лишь в 100 километрах от Вильнюса. Буквально 5 минут мы поставили, очень милая женщина остановилась, и она едет в Каунас. Впервые за 10 дней путешествия через Украину, Беларусь и Литву мы остановили женщину-водителя и в очередной раз ощутили на себе гостеприимность литовцев. А у машины нас уже ждал наш каутсерфинг-хост в Каунасе, Эльга, еще студентка лет 18. Завтра ее глазами мы будем познавать Каунас. А сегодня бесплатно ночуем в ее пустой квартире. Наш хост оставил нас одних дома и сама ушла, потому что это квартира ее бабушки. Которая пустует, пока Эльга живет с родителями в другом месте. А сегодня мы наконец-то сможем отдохнуть немного тоже от других людей и побыть вдвоем. Нужно делать релакс хотя бы немножко. Ретрит! Первым делом с утра Эльга привезла нас в очень атмосферную и на взгляд многих лучшую в городе пончечную Спургинес и купила всем угощения. Мы приехали в центр Каунаса. И что вы думаете, здесь находится красивый собор православный. Вот он. Красивый православный собор. И хотя покой, который дарит людям атмосфера внутри церкви нам по душе, все же в новых городах и странах мы больше любители живого общения с местными. Поэтому Роджер решил взять ситуацию в свои руки. Я выучил одно слово по-литовски. Хорошо, круто. Гярус. Теперь я знаю литовский и буду с людьми говорить на литовском. Гярус. Гярус. Все же я понял, чтобы пообщаться двух слов недостаточно. Поэтому мы занялись поиском людей, которые могут говорить с нами на одном языке. Здравствуйте. Привет. А чем вы тут занимаетесь? Все, дым делаю. А вы давно здесь живете? Ну, как родилась, так и живу. А вы художница? Нет, я курить хочу. А я свою курю, делаю дым. Собираю эти, собак делаю. А вы с кем-то связываетесь, да, там парадс? Да, я связываюсь. А кто у вас там сейчас направляет? А ты в кухне? Да, да, да. Это скука сейчас не работает. Буду с мамой говорить. Ага. Когда будет на другой такой, так буду с папой говорить. Ага. А если еще будет здесь три, так буду с детями говорить. Видели когда-нибудь старую эту считалку? Да, видели. А вы не можете мне делать из читалки, телевизорки, кинотеатр? А вы юмористка, да? Нет, я мечтатель, поэт. Пишите стихи, да? Нет. Думаю о роде. Вот такой. Когда буду мужчином, буду расти такие роды. Хотя сегодня солнечный день, погодные условия в Каунасе по сравнению с Белоруссией и даже по сравнению с Вильнюсом отличались разительно. Суровые литовские женщины. На улице вообще холодно очень, они так ходят. Мы замерзаем. Ветер был просто ледяной. Мы начинали чувствовать признаки простуды. И на этот случай Эльга предложила посетить свое любимое вегетарианское кафе-аптеку Арбатины. Внутри очень интересный интерьер. Красивый советский мурал. Подают домашнюю и здоровую еду. А еще мы посетили туалет в этой кофейне. И тут ванны. Неожиданный поворот. Но покушать Эльга предложила в месте, где можно изведать главную вкуснятину литовской кухни. Что удивительно, все блюда названы так из-за сходства с немецким дирижаблем Цеппелин. А после трапезы Эльга продолжила показывать нам главные достопримечательности Каунаса. Каунаса. И самое красивое. И самое красивое. Красивое? Как по-литовски красивое. Крогач. Также Эльга ознакомила нас с разными традициями молодоженов Литвы. Одну из них мы решились испытать на себе. Есть традиция в Литвии. Вы должны взять свою девушку через всю дорогу, когда вы сочетаете ее. Если вы можете взять всю 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 дорогу, то вы успеете в своей сочетании. Мы, как пара, которая вместе уже 7 лет, с точностью можем сказать, что перенос невесты через мост является очень точной народной аллегорией на семейную жизнь. Сначала быть вместе кажется веселой и правильной затеей. Но довольно быстро становится тяжело и хочется прекратить это. Мои руки устали. Тело отекло. Но главная тяжесть все-таки ложится на мужчину. Именно он должен держать женщину и не сдаваться. Найс, Найс. Супер тренинг. А еще я. Рад, что ты сможешь держать меня до конца? Молодец. Вот и кончилась наша прогулка в Каунасе. Пока, ребят. А, и самое главное. Пишите в комментариях, как вам серия из Каунаса. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, как уже в следующем эпизоде нашего путешествия по диванам, мы изведаем жизнь Рижан без совка. До новых встреч.